Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя видеосерия для начинающих садоводов и огородников. За окном январь, зима в самом разгаре. У нас метет метель сегодня, а я сижу и оформляю свою рабочую тетрадь на лето. Журнал огородника. После выхода видео под названием «Зачем вести журнал огородника», где я рассказывала о том, что на протяжении многих лет веду этот журнал, куда записываю даты посевов, высадки в грунт всех своих растений, рисую планы посадок, указываю даты обработок участка от вредителей и болезней. Многие согласились, что такая тетрадь необходима. Оказалось, что почти все огородники со стажем ведут подобные журналы некоторые десятилетиями, по 20-30 лет. И, конечно же, у тех, кто такую тетрадь не ведет, новеньких, возникли вопросы, а как ее вести, что туда нужно записывать. На просьбу показать подробнее, как я веду свой журнал, я сегодня покажу свой журнал на 2018 год. Первыми записями в моем журнале на будущий год, на будущий сезон, стали, вот, это моя первая запись. Первые записи, как всегда, на будущий сезон, записи о посеве перца. Записи пока предварительные, но так как я уже наметила дату посева первой партии баклажан и перца сладкого для теплицы на 28-29 января, я сразу записала эту дату в тетрадь, потому что я уже точно знаю, что буду в этот день сеять. Вот даты посевов я просто пишу столбцом. Дату указываю, сорт, какое количество лотков, один лоток и сколько там штучек, вот. Потом, когда взойдет и примечание, могу потом написать, хорошие, нехорошие, там, может быть, сместить раньше, сместить позже, но это уже будет потом. И на следующий день, 29-го, я буду сеять баклажаны, но сорта я еще не выбрала, но запись эта есть и она уже будет. Уже сейчас зимой я составляю и схемы высадки этих перцев и томатов в теплицу. Как вы понимаете, что весной время очень дорого, и чтобы не тратить свое драгоценное время, я все обдумываю спокойно. Вот сейчас метель метет, хорошо думается, выбираю сорта, располагаю их в теплице сначала на бумаге, и потом уже по этой схеме высажу в огород. У меня очень маленький участок, всего 6 соток, но я выращиваю на нем более 1500 корней томатов и перцев, летом я показывала, поэтому мне нужно очень тщательно обдумывать, что куда высадить. Весь огород, каждый крошечный участок у меня распланирован и в теплицах, и за теплицами, и в огороде, и под вишней, и за смородиной. Что можно куда воткнуть, все я решаю сейчас зимой и вношу в план. Сейчас расскажу про теплицу. Так как я точно знаю, сколько корней я высаживаю каждый год в теплицу, я составляю план и подписываю на именование сортов и количество каждого сорта уже сейчас. Располагаю рассаду обязательно в соответствии со сторонами света. Вот у меня, видите, подписано, низкие сорта, это южная сторона у меня теплицы. Вот здесь высокие сорта, это северная сторона. Если показать точно, вот у меня вход главный. Написано, дорожка центральная, вот по которой я хожу, тут вот она, дорожка боковая одна и дорожка боковая другая. Так будет проще, когда я зимой вот сейчас внесу, сейчас дальше буду рассказывать. И я все это уже буду знать, мне весной надо будет только по плану раз-раз-раз растыкать. Я уже не буду терять время на сомнения, на выбор сортов. Вот какие с северной стороны сорта я еще не решила, еще думаю. Но южную сторону я уже все засадила, вот видите. У меня сдвоенные луночки, вот такая продолговатая эллипсообразная луночка, в котором будет 2 штучки помидорок. У меня будет 10 медовых, 10 дамских пальчиков, 10 русских колокола, лунок, ну в смысле 20 кустиков. Ой, запуталась. 5 лунок, по 2, по 10 штучек, по 10 корней, да. В этом году я решила увеличить количество скороспелых сортов. И поэтому у меня здесь будут вот дамские пальчики, санька, петруша, огородник, сибирская тройка, русские колокола, которых в прошлом году не было. Многие сорта я в этом году поменяла, но демидов и настенька, как самые такие незаменимые, останутся на своем прежнем месте. Вот демидов, где у меня рос, я показывала все лето, там и будет расти. И настенька также у входа, сразу направо, где рост, так и будет расти. Вот здесь поменялось, тут у меня будет королевский. Вместо русского богатыря, высокорослого, с которым я боролась все лето, я посажу саньку. Он низкий, санька, петруша, мне с ним будет проще. Здесь же делаю памятку, памятку, вот как раз про русского богатыря, видите. Помни о русском богатыре, что это значит, но я это знаю. Вот здесь у меня русский богатырь рос. И я сделала в прошлом году одну ошибку, которую нынче мне нужно исправить. Обязательно нужно провести формирование цветочной кисти крупноплодных томатов. Если будет много цветков, чтобы не получилось, как в прошлом году, было обильное цветение, сорт крупноплодный. Надо было общипать половину цветов. Мне жалко стало общипывать такие красивые томатные цветочки. В результате я получила огромное количество мелких томатов крупного сорта русский богатырь. Вот мне нужно помнить об этом и в этом году уже не жалеть цветы, оставлять в кисти 2-3 цветочка. У меня в том году они цвели как декоративные и все эти, как на грех, все они как завязались, каждая выросла. Из одной большой помидорки я получила 7 среднего размера маленьких. Мне таких не нужно. В этом же журнале есть раздел, так вот вы поняли, я теплицу томатов, также теплицу перцев, потом дальше пойдет огород. Огород еще не делала, но я покажу старые тетради. Ой, извините за эстетическое такое, не очень хорошее состояние. Вот у меня старая тетрадка, которая прошла все лето, со мной все огороды. Конечно, вы если заведете, вам одной тетради хватит на несколько лет. Я меняю каждый год опять потому же, что у меня очень большое количество и корней работы, и она так, извините за выражение, умутыскивается за лето, что ее уже на второй год не хочется вести, хочется что-то новое. Вот у меня на горе план посадок на горе томаты. Все здесь расписано тоже, хотя они такие там, как я скажу. Потом план посадок томатов у теплицы. Это просто вот такой участочек, который я вам показывала, там обработку от фитофторы. Всего 521 томат. Вот у меня здесь все низкорослые, потом повыше, потом высокорослые. Вот это вот гиганты, которые я показывала. Инна, там король-гигант, любимый праздник. Каждый-каждый корешок учтен, каждый записан. И если у меня когда в какой год хватает времени для подстраховки, я еще подробное описание помидорного поля делаю. И вот все-все-все-все-все-все это переписываю. Одно поле я нынче переписать успела. 48 сортов. Другое не успела. Но это у меня в силу моей сильно большой загруженности. Вы, если у вас всего, например, 100, 150 или 200 корней, вы без проблем. Все их запланируете, перепишите. Следующий раздел, который обязательно нужно вести. Я веду график обработок от вредителей и время ожидания. Но там же график такой же обработок от болезней. Зачем это нужно делать? Во-первых, опять же говорю, что дату писать, наименование культуры, препарат, время ожидания и когда следующую обработку нужно делать. Ничего сложного в введении журнала-садовода нет. Всем начинающим огородникам я советую приучать себя сразу. Через несколько лет вы уже не сможете без него обойтись. Ведь там будет собран весь ваш драгоценный опыт, накопленный годами. Он будет помнить все и освободит вашу голову от необходимости думать, например, смогу ли я сегодня сорвать и съесть яблочко. Или еще не истек срок ожидания после обработки яблони от плодожорки. Нужно просто открыть вот этот вот отдел, посмотреть в журнале садовода, когда вы последний раз обрабатывали. Это все так просто. Раз дата. О, все, кушать можно. До свидания. С вами была Ольга Чернова. Это о том, как ввести журнал садовода. Советую завести один раз и на всю жизнь его.